Здравствуйте, друзья! Делюсь с вами впечатлениями сегодняшнего дня. Значит, первое впечатление – это столкнулся я в магазине с двумя хищницами. Женщины, хищницы. Мимолетная встреча, но неприятный осадок оставила. И, вот, казалось бы, там идеальная улыбка, хорошая стоматология здесь. А вот не улыбка все-таки, а оскал. Оскал, да. Вот видишь самку шакала. Ну, вот неприятно это, честно говоря. Женщины такие неприятны мне, потому что хищницы. Наш вообще мир делится на хищников и жертв. Ну, и на людей, рефлексирующих. Вот еще есть рефлексирующие люди, интеллектуалы, мыслящие люди. Поэтому задача мыслящего человека, интеллектуально развитого, вот, не стать хищником. Поэтому, вот так вот. Женщина все-таки, ее миссия создавать пространство любви. Так что, вот таких женщин очень мало. Кстати говоря, вы знаете, вот у меня есть рассылка, прекрасная сейчас новая рассылка. Она называется «Я богиня». Будет полезна женщинам и мужчинам тоже. Это там про женственность, про отношения. И вот, во время знакомства, вот первое знакомство, как нужно себя вести. Нужно вести себя так, как хочет ваш визави. Как хочет человек, которому вы хотите понравиться. И мужчина хочет видеть перед собой сексуальную женщину, которая, вот, просто хочет секса. А женщина хочет видеть перед собой и рядом с собой мужчину, который хочет о ней позаботиться. Быть с ней добрым и нежным. И вот таким вот, мужественным. Вот я вам раскрыл секрет, как нужно вести себя на первом свидании. То есть, мужчине надо всячески проявлять заботу о женщине. О женщине с ней, быть к ней внимательным, предупредительным с ней. Вот, а женщине всячески демонстрировать свое либидо, свою сексуальность и свое желание вступить в сексуальную связь. Следующая тема. Тема отношений с людьми. Вот, наше общество больное. Это уже ни для кого не секрет. И, конечно, отношения с людьми, они не являются простыми по этой причине. Все сложно, как говорят, да? Но с психически здоровым человеком все легко. У него что на уме, то и на языке, и в поступках то же самое. А вот психически нездоровые, психологически нездоровые, морально ущербные люди, с ними сложно. Там букет целый психологических проблем, паноптикума, чувств. И пассивная агрессия, и игнорирование, и комплекс жертвы. Чего там только нет. Вот я тут за один день пообщался там, ну, с несколькими жертвами. И психически нездоровыми людьми. Я рассказал вам в предыдущем ролике о том, что психически нездоровые люди, они упускают возможности. Они теряют. Они, в общем, живут в страхе, боятся. И это неприятные люди. Ну, неприятно с ними. Вот как-то с ними там что-то затевается очень сложно. И невозможно часто. Вот. Как же относиться к ним? Как же относиться к ним? Спокойно. Я бы, может, и хотел бы повозмущаться. А я знаю, что у некоторых вот это возмущение, оно просто на автомате. Вот. Постоянно возмущаются. Вот. Особенно уже там старые люди, да. Ну, уже просто как вот программа. Негативная и ментальная. Они даже не осознают этого. Вот. А я захотел бы повозмущаться. И что? Я не смог. Потому что сразу включается осознанность. Вот вам практический опыт осознанности. Это очень важно. Очень важно. Научиться разбираться в себе. Как осознанность приобретается? Благодаря чтению, рефлексии, самоанализу и самосознанию. Вы осознаете, какие у вас мысли, чувства. Благодаря умению находиться в моменте, жить здесь и сейчас. Благодаря большой вот аналитической работе. Самоанализ. Это очень важно. Самоанализ. Рефлексия. Вот. Я к этому привык очень. И я этим занимаюсь постоянно. И сам. И вот на консультациях. Помогая людям, учая их анализировать. Вот. Поэтому у меня это очень развито. И. Каждая ситуация для меня урок. Жизненный. Я вот думаю, а чему это может научить? А чему это учит? Почему это так происходит? Какой ответ? Что это? Для чего? Что мне надо выучить? Вот. И первое, что надо выучить, это спокойно относиться. К людям. Понимая, что... И вырабатывая к ним отношение свое. Потому что человек, допустим, ненадежный. Да? Если он так себя ведет, значит на него нельзя положиться. Ему не стоит доверять. И так далее. Вот. Ну и. Конечно, лучше с ним не иметь дело. Вот и все. Очень просто. На самом деле. И потом. Вычеркиваешь его просто из своих планов. И думаешь. Ну надо же, какая психиатрическая больница там. Кстати, вот есть люди, которые буквально притягивают к себе жертв. Притягивают к себе психологически нездоровых людей. Будучи сами такими. Помните, что подобное притягивает подобное. Здоровое притягивает здоровое к себе. Богатые – богатые. Счастливое – счастливых. А вот бедное – бедных притягивает. Больное – больных. И так далее. Жизнь ведь это отражение наших убеждений. Мы получаем то, что мы заслуживаем. Следующий момент. Вот я сказал про рассылку для женщин «Я богиня». Ну и мужчинам тоже полезно читать, которые хотят лучше понимать женщин. Это важно понимать женщин, между прочим. Так же, как и женщинам, мужчин надо стараться понять. Ведь от взаимоотношений мужчин и женщин зависит и здоровье, прежде всего. Следующая рассылка – это вот психотерапия индийской философии. Ну, мне это настолько нравится. Там просто сама по себе философия интересная. Потом анализ этой философии. Критическое осмысление. В общем, все это работает. Цель у этого всего – это развитие вашего мышления. Раз. Потом, когда вы читаете, вы отдыхаете. И вы успокаиваетесь. Два. Третье – это как ориентир. Такой серьезная литература. Четвертое – это источник вдохновения. Так вот, смотрите, как интересно. Сейчас я вам прочитаю буквально фрагментик один. И это касается осознанности. Единственным полезным для философии предположением, которое мы берем из атомистической теории, является то, что действительность есть то, что существует в себе и для себя. В конкретном идеализме только одно целое имеет такую действительность. Потому что индивидуальность частей означала бы разрушение индивидуальности целого. Но отношение целого и частей не свободно от затруднений. Так что действительность может отождествляться только с сознанием. Представляете, вот вам глубина мысли. С одной стороны. И с другой стороны, действительность – это и есть сознание наше. Посмотрите. Логически, да? Значит, как мы можем научиться жить в действительности, в реальности? Осознавая. Осознавая. А еще есть подсознание. Можно сказать, что когда сознание и подсознание становятся одним целым, человек пребывает в действительности, в реальности. Вот путь к реальности, к действительности. Жить в реальности. Смотрите. Ну, это, по-моему, прекрасная цель. А для этого что нам нужно? Работать над собой. Опять же, рефлексия, самосознание, самоанализ, развитие интеллекта. Обращение к подсознанию. Боже мой. Смотрите, как все это интересно. Вот это путь. Путь к счастью. Путь к реальности. Проделайте этот путь. Я его проделываю. Это очень интересно все. Так, тут тоже интересно. Теория. Психическая и физическая реальность всюду находятся в теснейшем союзе. Основой всего является сознание, а не внешние обстоятельства. Сознание определяет бытие, да? Смотрите, как это круто. Ваше сознание – это основа всего. Вы представляете, какая честь, честь, какой аванс. Это даже не аванс, а больше, это уже награда. Это сокровище, да, вот вам дано. Каждому из вас, каждому из нас. Это иметь сознание. Сознание. Основа всего. Ну, ваша самооценка уже выросла? До небес, до космоса? Или нет еще? Так вот, основа. Основа основ внутри вас. Каждого из нас. Представляете, как это круто? Вот, когда я слышу, допустим, что-то там, какой-то шум словесный, словоблудие. Слова, которые не задевают сознание, а только играют на эмоциях людей, на эмоциях. Вот, конечно, я понимаю, что эти люди, которые так используют слова, играют на эмоциях своих и чужих, Эти люди лишены основы, основы, основы всего, понимаете? А кто лишен основы всего? Что это за люди такие? Что они собой представляют? Листик на ветру. Насекомые. Пыль. Просто прах земной. Смотрите, этот прах. Вот что это такое. Вот что такое эмоции. Прах. Ничтойность. Пыль. Этот, от праха пыль. Что-то нам хотят доказать. Просто, понимаете, вот философия – великая вещь. Великая вещь, какой она дает силу духа. Сила вообще величия человека – это величие мысли. Так оно складывается. И вот эта пыль и прах, чванливая, тщеславная, высокомерная пыль, чванливый прах. Знаете, вот как я смотрю на этих людей, на всех, которые там в телевизорах, в политике. Просто вот так я их вижу. И так их видели пророки. Так их видели мудрецы древние. Самая низшая ступень жизни. Самый отстой человеческий. Ну, там по другой причине отстой, да. Потому что насилие. Вот это Дхарма. Я об этом рассказывал недавно. Недавно Дхарма. Как раз это ненасилие. Можно определить как ненасилие. Это очень трудно определяемое понятие. Но вот его можно определить как ненасилие. Правильно. Потому что психика наша не терпит насилия. И ненасилие, это самое, то есть любовь, любовь, это то, что нужно для психики. Для здоровья, для осознанности. Потерять ум, это значит потерять, то есть сойти с ума, это значит лишиться осознанности. Основы основ. Основы всего. Людей сводят с ума этими эмоциями. Этой тупостью, насилием, страхами. Загоняют в угол. Запугивают. Травят людей. Ужасно. Короче, вот это вот ничтожество. Ничтожество это ну просто вот так. Прах. Прах. Пыли прах. Поэтому обрести основу всего это быть осознанным. Вот. И внешнее, поэтому внешнее обстоятельство не влияет на вас тогда, когда вы осознан. Внешнее не может быть основой. Вот видите. Поэтому и не приносит счастья людям ни богатства, ни власть, ни деньги, ни влияние, ни известность. Оно не дает счастья людям. Оно не дает им основы всего. Не дает им переживания вот этой глубочайшей причастности к реальности. И этот как раз внешний мир, он нереален по этому. Смотрите, как это все глубоко, да? Как индийские мудрецы глубоко копали и видели. И вот психическая реальность. Это и есть здоровье наше. А если это психическое, а не здоровье? Это самое страшное. Поэтому самоуничтожение происходит. И вот запускаются как раз и в организме на клеточном уровне вот этот механизм самоуничтожения. Вот рак, например, да? Рак. Другие боли. Вот. Поэтому осознанность, сознание наше – это самое главное. Вот я все делаю. И поэтому чем мы занимаемся-то? Я чем занимаюсь? Когнитивной психологией, да? То есть обращением к сознанию человека. Это очень интересно. Это безумно интересно. Причем у меня такой творческий подход. Вот мы просто такие головоломки решаем. Головоломки решаем буквально. Так это интересно. И вот эта перестройка мышления идет. Очень интересно. Поэтому божественная рассылка еще, мои божественные письма. О том, как стать Богом. Как стать хозяином своей жизни. Как притягивать в свою жизнь события нужные. Как жить легко, красиво, свободно. В общем, как управлять обстоятельствами, своими мыслями, чувствами. Какие есть законы Вселенной, как ими пользоваться и так далее. Очень интересно. Как добиваться своего Бога. Он же творец. И одновременно он получает все, что хочет. Он всемогущий. Вот как стать всемогущим. Вот божественная рассылка. Тоже подписывайтесь. Очень интересно все. Дальше читаем. Физики со своими атомами и силами. И психологи со своими душами и способностями. Снова и снова соблазняются гипостазированной абстракцией. Есть многое. Что можно сказать по поводу теории, принятой адвайтовидантной Санхи. Теория о том, что за исключением трансцендентального Я, все возникает в ходе космической эволюции. Вот смотрите. Все. Эволюция, кроме трансцендентального Я. Знаете, как это прекрасно. Как это чудесно. Вот этим Я мы и занимаемся. И это Я есть основа. И мы таким образом... Это основа индивидуальности. Основа личности. Основа сознания. Основа видения вашего понимания. Представляете, как это круто. Это очень круто все. И вот так вы начинаете себя оценить. Благодаря осознанности. Развивается интуиция. Я развиваю у себя интуицию. Я вот прямо чувствую людей. Прямо вот я как... С чего я начал сегодня? Да, увидел двух... Теток. Вампир и хищница. Оскал. Сразу мой организм отреагировал. Ну, моментально уже реагирует на все. Вот так вот. Вот считывает информацию моментально. Невозможно провести. Сразу я все понимаю. С кем я имею дело? Хищник, жертва. Здоровый, больной. Какой человек? Что он собой представляет? Круто же. Вы тоже так можете. Так только и можно себе обеспечить безопасность. Потому что вы понимаете все. И еще. Еще. Сегодня я ехал и слушал свои песни. И смотрел свои клипы. Слушайте. Это вообще гениально. Я сегодня так посмеялся. От души просто. От души. Я и вспомнил, как мы эти клипы снимали тоже. Как было весело. Ржали там три часа. В общем, все это. И вот получились клипы. Очень веселые. Смотрите. Все для вас сделано тоже. Смехотерапия. Музыкальная терапия. Мы стараемся. Вот я как поэт. Замечательный певец и композитор Сергей Какая. Спел. Музыку сочинил. Замечательные актеры от бога сыграли роли комические. Как это здорово. Все для хорошего настроения. Отличного, прекрасного. Пользуйтесь этим. Клипы, ролики. Вот. Ну и за небольшую плату вы можете заказать рассылки. Читать их. Знаний много. Знания все полезные. Все. Плюс я даю упражнения. Чтобы вы тоже делали их. В общем, все безумно интересно. Все это имеет. Все это работает на психотерапию. Вашу. Чтобы вы менялись. Исцелялись. Становились здоровыми, счастливыми, смелыми, уверенными в себе. Богатыми. Так что пользуйтесь. Просто пользуйтесь. Берите. Все. Все знания. Вот это я хотел сказать. И, конечно, консультация. Одна консультация может изменить вашу жизнь. Я работаю сейчас с такими случаями тяжелыми. Вот. Ну, а если простые случаи, ну так все очень быстро произойдет. И быстро помогу я вам. Так что, если чувствуете, что топчетесь на месте, что там, как будто в болоте, какие-то проблемы есть, да, обращайтесь. Все в пенечном счете сводится к психологии и решаются проблемы тоже с помощью психотерапии. И, ну, вы теперь поняли уже, и индийская философия нам это подтвердила, что основой всего является сознание. Ну, а кто работает с сознанием? Ну, конечно, психология. Так что поменяйте сознание, свое мышление, станьте осознанными. И измените свою жизнь. Трансформируйтесь. Это очень круто. Самое крутое, что только может быть, это когда гусеница превращается в бабочку. Это перемены. Это изменения. Самое прекрасное. Когда я вижу, как люди меняются, я... Это счастье невероятное. Это вот, если бы мне дали миллион долларов, я бы, наверное, так не обрадовался, как я радуюсь переменам в жизни людей. Когда проходят болезни, когда решаются проблемы, когда люди меняются, когда отношения улучшаются. Когда исполняются мечты, желания. Когда человек, который не верил в счастье, в любовь, становится счастливым и любящим. Это счастье. Вот видите это. Как мало мы этого видим. Если бы мы это видели больше, то, что мы... То, что и хочется видеть. Не телевизор этот, это вообще наркотик, да? Такой. Значит, это поведенческая зависимость серьезная. Вот это вот просмотр телевизора постоянный. Это, конечно, не хочется видеть. А хочется видеть части. Хочется видеть свет в людях. Трансформацию, успех. Ну вот не этот успех, когда там такой в результате конкуренции, да? И борьбы. А успех, который достигнут в результате работы над собой, самосовершенствования, саморазвития, раскрытия своего творческого потенциала, в результате медитации, в результате работы души, жизни души. Вот это успех, да. И это прекрасно. Все остальное, это, ну, драка в джунглях. Это борьба за выживание. Это не вызывает у меня лично... И всегда не вызывает радости. И всегда это, конечно, вот такое злорадство. Победители проигравшие. В психологии же это все беспроигрышно. Нет проигравших в психологии. В политике есть. В психологии нет. В психологии все выиграют. Благодарю за внимание. Очень рад, что подписываетесь на рассылки. Вот сегодня несколько человек написали мне и выбрали рассылочки. Подписались. Молодцы. Молодцы. Правильно. Надо развиваться. Развиваться обязательно. А я... Благодаря мне вы очень быстро будете это делать и развиваться. Вот. И жду на консультациях. Жду на консультациях всех. Напишите мне, найдите меня через соцсети. Или там имейл есть под видео. Напишите. Договоримся о встрече. Вот как обычно, да. И встретимся. И проанализируем ситуацию. Найдем выход. Всем спокойствие. Самое главное это спокойствие. Спокойствие это контекстуальный синоним любви. Любовь ведь это не чувство. Любовь это состояние сознания. Опять же, да. Альфа это волны мозговых вибраций. Вот это спокойствие. Поэтому я всем желаю спокойствия. Всегда сохраняйте спокойствие. Это в этом и есть величайшая мудрость. И мудрый человек, это человек спокойный. И до новых встреч. Благодарю за комментарии. Кстати говоря, прекрасные отзывы. Тоже очень приятно это читать. Очень приятно читать. Такие социальные поглаживания необходимы. Я это люблю все. И сам тоже этим занимаюсь. Социальным поглаживанием. Вот Виктория пишет. Добрый вечер. Сколько важного вы говорите. Благодарю. Вот приятно читать это. Приятно. Комплименты искренние. Они обогащают наш мир. Наше пространство. И наше здоровье. Это по сути что такое комплимент? Пожелание блака, здоровья. Благополучия. Так что здорово. Здорово. Это очень здорово. Я умею принимать комплименты. Люблю комплименты. И сам их делать люблю тоже. До новых встреч.